Всем привет на канале Ассоциация защиты животных. Сегодня вы узнаете плюсы и минусы морских свинок как домашних животных. Морские свинки это забавные, милые и добрые зверьки. Они узнают хозяина и всегда приветствуют его своим свистом и похрюкиванием. Второй плюс это разнообразие пород. На сегодняшний день выведено множество самых разных пород морских свинок. Существуют бесшерстные, гладкошерстные и длинношерстные, с прямой или кудрявой шерстью, одноцветные, двуцветные и трехцветные. У морских свинок достаточно высокая продолжительность жизни по сравнению с крысами и хомяками. Их средняя продолжительность жизни 5-8 лет. Этих грызунов не нужно выгуливать на улице. Эти зверьки, как правило, проявляют активность днем, отдыхают ночью, в отличие от многих других грызунов. Морские свинки не нуждаются в прививках. Домашние грызуны редко являются переносчиками заболеваний и их не прививают. Не требовательны к уходу за шерстью. Морские свинки чистоплотные животные и при хорошем содержании сами следят за своей чистотой. Прирученные морские свинки редко кусаются и не представляют опасность как для взрослых, так и для детей. Теперь рассмотрим минусы. Сложно найти просторное жилище для морских свинок. В зоомагазинах обычно представлены небольшие клетки, поэтому искать подходящее жилище для грызунов приходится в интернете, либо в крупных зоомагазинах. Большие затраты на необходимое оборудование. Для создания морским свинкам комфортных условий необходимо приобрести просторное жилище и много аксессуаров, а затраты на них могут в десятки раз превышать стоимость самого грызуна. Одной из главных черт морской свинки является ее боязливость. Питомец долгое время может бояться хозяина, убегая в домик и забиваясь в угол клетки. Однако при всей своей боязливости морская свинка абсолютно не выносит одиночества. Этих грызунов нужно содержать однополыми парами или группами, а это увеличивает затраты на содержание и уход. Морским свинкам нужно устраивать выгул по комнате. Во время выгула нельзя оставлять питомцев без присмотра, поэтому нужно выделить на это время. Следующий минус это шум от морских свинок. Вследствие своей общительности зверьки способны издавать большое количество самых разнообразных звуков. Они могут попискивать, ворчать, визжать и стучать зубами. Морские свинки могут затянуть в клетку или погрызть все, что находится рядом, поэтому не ставьте ничего рядом с клеткой. При необходимости сложно найти специалиста по грызунам. Если у морской свинки возникнут проблемы со здоровьем, то нужно обращаться к родинтологу, специалисту по грызунам, а их довольно сложно найти и консультация может дорого стоить. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова